Дорогие цели братья, сегодня Московская Буховная Академия по приглашению владыки ректора, по благословению ректора читает лекцию известный доктор, ведущий специалист Попов Петр Александрович, область его деятельности это забивание позвоночника, и имею честь и радость представить вам этого интересного человека. В двух словах о себе немножко скажу. Я врач, который в 80-м году закончил первый мединститут и поставил цель собрать самые уникальные методы, которые существуют для лечения позвоночника и боли, боли суставов. И вот в свое время это были самые разные врачи, народные целители мне не важно был это профессор или академик, или просто человек из народа самое главное, нужен был результат. И вот то, что сегодня я имею, это на самом деле очень большое богатство и этим богатством и опытом я хочу с вами поделиться. Немножко теории, немножко как бы истории. Некоторые врачи говорят, и причем это признанная теория, что люди и человечество страдают от заболевания позвоночника, потому что платят за вертикальное положение. Но я думаю, что это люди предельно примитивные и, так сказать, недалекие, потому что если даже ребенка заставлять ходить все время на четвереньках, он встанет и пойдет. И вообще, вот мой опыт показывает, что человеческий организм это самый здоровый, самый уникальный организм из всех живых. И потенциально он обладает колоссальными возможностями. И поэтому нужны очень большие усилия, очень большой труд, незнание, невежество, чтобы его угробить. И, так сказать, то, что мы болеем, это, ну, мы говорим так, не закономерность, а исключение. И про это я вам сейчас и буду рассказывать. Следующее, что тот принцип, по которому я работаю, заключается в том, что любое заболевание – это не болезнь, это проявление защиты. И тот же остеохондроз, те же боли, те же радикулиты, которые возникают, это не заболевание и не ошибка природы. Это, в конечном итоге, любовь природы, Бога к нам. Потому что, если бы не было этих проблем, то были бы проблемы намного серьезнее. И сегодня я вам расскажу, потому что мы будем делать и практические вещи, но важно, чтобы вы представляли, как бы, немножко знания о том, что из себя представляет позвоночник. В прошлый раз, когда я здесь выступал, не знаю, были ли здесь кто-то, когда я выступал несколько лет назад, не осталось, нет никого? Есть, да? Да. Но вот, но интересная вещь, когда здесь сидел Владыка, и вдруг я сказал, говорю, знаете, я занимаюсь ясновидением и яснослышанием. У всех такие глаза, у всех, значит. Но на самом деле ясновидение и яснослышание заключается не в том, как обычно принято, а в том, чтобы услышать то, что говорится. Если вы послушаете слово «позвоночник», то в этом слове, я думаю, что мало кто из вас обращал внимание, что есть слово «какое» – «звонок», «позвоночник». И вы занимаетесь музыкой, я знаю многие, не многие, а довольно-таки профессионально. Скажите мне, пожалуйста, сколько нот всего существует? Сколько? Ну, не бойтесь, не бойтесь, сколько нот? Семь, семь шейных позвонков. Сколько черных клавиш, на которых вся музыка на Востоке построена? Сколько клавиш черных? Пять. Пять поясничных позвонков. А сколько всего полутонов? Двенадцать. Двенадцать грудных позвонков. Не случайность. И поэтому позвоночник – это уникальный инструмент, который не нужно улучшать. Его нужно правильно настроить. Каждый позвонок – это целый мир. И каждый позвонок выполняет свою функцию настолько уникально, что, так сказать, заменить его невозможно. Есть даже позвонки, которые имеют свое название. Например, два первых позвонка, которые соединяют голову, даже слово «соединяют», лучше сказать, «переходят» из шеи в голову, называются атлант и аксис. Это даже как бы уникальные позвонки, которые отличаются от всех остальных. Вы никогда не задумывались мудростью и потенциалом, который находится в нашем теле. Ведь голова человека имеет вес несколько килограмм. Это самое подвижное место в человеческом теле. Самое подвижное. Но важно не то, что она очень хорошо двигается. Важно то, что она в любом повороте не мешает кровоснабжению мозга. В любом положении, какое бы вы ни в норме. Следующее. Чтобы вы не задумывались, когда возникает травма, человек просто даже упал. Голова не отлетает. То есть, с одной стороны, она, с одной стороны, самая подвижная, с другой стороны, сочленение – это одно из самых крепких. И при травме меньше всего травмируется. Вы представляете, какой колоссальный запас и какая мудрость в человеческом организме. Следующее. Что когда мы будем говорить с вами о позвоночнике, то позвоночник, с одной стороны, это ось и отражение всего организма, как зеркало определенной области. С другой стороны, позвоночник – это еще та часть в теле человека, которая пытается удержать стабильность и целостность. Следующий момент – это то, что в организме человека существует циенитная ткань. Она составляет 80% нашего тела. Вот если бы убрать все клетки костей, мозга, печени, почек, кожи, там, поджелудочные железы, селезенки, то оказалось бы, что осталось 80% нашего тела. Это соединительная ткань. Это как уникальная структура, как паутина. Если в одном месте дернуть, то меняется вся структура тела. То есть реагирует все тело. Поэтому не бывает так, что возникает проблема в одном месте, а все остальное тело не реагирует. И, кстати говоря, те места в теле, которые болят, – это не больные места. Это самые здоровые места. Больное место – это потенциально самое здоровое, за которое внутри тело держится, и благодаря которому оно защищается. И поэтому ругать больное место, а то некоторые люди, знаете, тоже ясновидение и яснослышание, когда говорят, отрубить бы мне эту ногу там и еще что-то. Нога слышит, скажет, слушай, ногу отрубить хочет даже. То есть это место любить надо еще. И вы поймете, почему. Значит, позвоночник – это как ось, причем очень правильно выстроено. И позвоночник должен звучать, как хор, где каждый голос, каждый человек в хоре выполняет строго определенную функцию, незаменимую. Соединительная ткань – это как сверхсовершенная паутина, которая удерживает все, причем до кончиков пальцев везде. И если правильно выстроено тело, оно обладает уникальными возможностями, потому что правильная форма, теперь уже как бы, ну, сразу же хочу сказать, все, что я говорю, вы воспринимаете критически. То есть слушаете, а сами так критически постарайтесь сопротивляться. Не принимать просто на веру, а так Петр Александрович говорит, а сами как бы тихонько так проверяйте. Правильно говорю, если в конце что-то не понравится, или я буду говорить не так, можно будет сказать, спросить, возразить. Но правильная форма, она всегда дает правильную функцию. То есть если правильно выстроено тело, то правильно выстроено и положение органов, правильно выстроено и положение нервов, сосудов. То есть человек уже чувствует себя совсем по-другому. Он может выдерживать совсем другие нагрузки, физические, психологические, моральные. Даже по здоровью он будет выдерживать ту нагрузку, которую не выдерживает другой человек, у которого нарушена функция. Поэтому даже, вы говорите, прекрасная машина, если у нее какая-то часть вышла из строя, она может стоять на обочине. И вот здесь я немножко расскажу о анатомии позвоночника. Потому что многие не представляют, или, так сказать, даже врачи, немногие представляют по-настоящему анатомию человека. Значит, позвонки. Каждый позвонок, как мы с вами поняли, занимает строго определенное место, выполняет строго определенную функцию, и заменить его никто не может. Следующее. Позвонок – это как губка, наполненная кровью. Ну, вы знаете, сахарные косточки, да, такие? Сахарные косточки. Вот каждый позвонок – это сахарная косточка. Следующее. Что внутри идет кровообращение. Это костный мозг, и позвонок наполнен кровью. И если там идет хорошее кровообращение, хороший кровоток, то диски, которые располагаются между позвонками, они питаются за счет осмоса. Что значит осмос? Это движение, и за счет движения, как губка, впитывают влагу. И поэтому остеохондроз – это болезнь, которая с возрастом никак не связана. Имею право говорить, потому что видел и людей и в 90 лет с прекрасным позвоночником. И видел спортсменов, ребят, 14-15 лет, позвоночник, которых смотрели, это позвонок старика. Потому что если позвонки хорошо функционируют, если идет настоящая работа, то никаких проблем никогда не бывает. Независимо от возраста. Следующее, что чем больше правильная нагрузка на позвоночник, тем позвоночник здоровее. А то некоторые говорят, Петр Александрович, я там нагнулся, но у меня много пациентов бывает, нагнулся, вступила в спину, грыжа вылезла. Ну, я думаю, что у некоторых из вас это тоже такое представляет, что можно там наклониться, дернуться, и вылезет грыжа. На самом деле, позвонки, особенно диски, они крепче, чем кости. Я всегда говорю, не верьте мне, пойдите на рынок, возьмите позвоночник барашка и попробуйте его сломать. Вот если кто-то из вас действительно серьезно подходит к вещам, я всегда никогда не верил, я всегда проверял. И попробуйте сломать. Как вы думаете, что сломается, кости или диски между позвонками? Кости, диск еще крепче. Что же нужно, чтобы сломать и повредить диск? Огромные усилия. А то некоторые считают, что человек от того, что ходит, своим весом давит на позвоночник. Вы знаете, что сила, которая потенциально находится в позвоночнике, равна несколько десяткам тонн. И кто из вас болел радикулитом по-настоящему, тот знает, если дернулся сильно, то происходит сильнейшая боль, которая схватывает так, что искра из глаз. Если взять анатомию, то вокруг позвоночника идет несколько уровней. Ну, если грубо говорить, 7, если по-настоящему около 12 уровней мышц. Вначале идут мышцы. И, кстати, некоторые считают, что мышцы удерживают позвоночник. Мышцы никогда не удерживали позвоночник. Мышцы, вообще функция мышцы намного, так сказать, она абсолютно другая. Это скорость. Это конечное движение. И поэтому люди с огромными мышцами – это не сильные люди. Ну, вы, наверное, видели там, те люди, которые с огромными мышцами, у них и соревнования, да? На красоту, не на силу. Есть люди жилистые, говорят, жилистый человек, у него такая огромная сила. Так вот, мышцы имеют несколько уровней. Один уровень – самый поверхностный, мышечный. Затем мышцы постепенно начинают переходить в более сухожильные мышцы. И в конце заканчиваются связками. А что такое связки? Связки – это как мышцы с маленькой амплитудой, но с огромнейшей силой. То есть чем глубже к позвоночнику, тем сила увеличивается. Но мышцы обычные, мы вот ими владеем, да? Имеем и владеем. Связки и связочные мышцы, которые у позвоночника находятся, мы их имеем, но ими не владеем. То есть это уже нужна специальная работа, что ими овладеть. Поэтому человек, когда согнул радикулит, он выпрямиться сознательно не может. Что происходит? Когда человек заходит за определенные границы своих компенсаций, включаются защитные силы организма. То есть если человек неправильно все время ходил, определенная привычка, неправильно стоял, неправильно распределял свое тело, неправильно настраивал свое тело, то в какой-то момент компенсация организма заканчивается, он включает новый уровень защиты. Если не удерживает связки, то он включает уже, ну это уже как бы отдельная вещь, включает уже разрастание ткани. Как человек, который падает в пропасть, и когда он падает, он не думает, как он вылезать будет, он хватается, чтобы не упасть дальше. Но то, что он схватился, не дает возможности и вылезти вверх. Для этого нужно осторожно, а тут страх и все. Я понятно объясняю пока что? И поэтому, когда человек резко двинулся, он зашел за определенные границы, тело испугалось, и включились те уровни мышц и связок, которые у нас есть, но которыми мы не владеем. Кстати говоря, при движении основную стартовую вещь движения выполняют не мышцы, а связки. И если кто-то из вас слышал, как ракету когда запускают, то ракета когда взлетает, 80% топлива она тратит на что? На отрыв от земли. Но некоторые скажут, слушайте, какие связки, какие там движения? Ну, наверное, у вас у многих проверяли ахиллов рефлекс, да? Когда так, нога на ногу, удар по связке, и нога так двигается быстро, как от мышцы она двинуться не может. То есть запуск, старт, максимальная сила заложена намного глубже. И вот сегодня мы с вами займемся гимнастиками, которые дают возможность в первую очередь дать гармонизацию. Потому что хороший хор – это не тот, который громко звучит, да? А тот, который звучит слаженно и гармонично. И поэтому на первое место ставится гармония, а потом уже активность, сила, амплитуда, нагрузка. Потому что многие занимаются спортом, и, кстати говоря, спорт и тренажерные залы, большинство, абсолютное большинство залов – это не для здоровья. Почему? Потому что если даже где-то в одном месте позвонок сошел в сторону, то первое – это место схватилось. Связки удерживают это место, чтобы не было хуже. И причем, если вы попытаетесь это место выправить, выдернуть, как у человека, который падает в пропасть и держится на краю пропасти, попробуйте разжать пальцы. Что он сделает? Укусит. Укусить тоже может. Но, скорее всего, если не сможет укусить, сожмет руки еще сильнее. И самое важное, что связки обладают еще уникальным свойством. Во-первых, у них скорость в сотни раз, мягко говоря, быстрее, чем у мышц. Сила в сотни раз больше, чем у мышц. То есть это та защитная функция, которая хранится в теле. И следующее, что если это место схватилось, оно удерживается. И если ты пытаешься разжать это место, оно сжимается еще сильнее, как удав. И сила с каждым моментом нарастает. И вот эти связки и раздавливают диск, и выдавливают грыжу. И сила там несколько тонн, если по-настоящему разбудить. Но можно этой силой и воспользоваться. Будить ее нужно осторожно, потихоньку. Следующее, что если это место зажато, а человек начинает заниматься гимнастиками и всем остальным, то выше и ниже места что начинают? Больше двигаться. И поэтому, когда вы начинаете заниматься гимнастиками, идете к мануальщикам, то это место зажато, это место дергается, это место разбалтывается. Человек берет кредит, и получается, что дисгармония, вначале небольшое улучшение, а затем процесс идет дальше и с большей скоростью. И поэтому, как ни парадоксально кажется, в данном случае лучше не лечиться. А хирург видит, что грыжа выдавилась, и часто, особенно сейчас, когда делают, говорят, грыжа диска, все, идут, делают операцию, отрезают грыжу, и иногда, кстати говоря, бывает хороший результат. Случайно. Потому что когда доходят до грыжи, разрезают связки, освобождают позвоночник, и он отпускает. Случайно. Но я как раз говорю ту информацию, которая немножко непривычна, точнее сказать, совсем непривычна и необычна. И поэтому важный момент, когда мы с вами будем заниматься, это в первую очередь дать гармонию. И поэтому, когда хотят узнать о здоровье человека, то задают вопрос, не что у тебя болит, не какие у тебя анализы, а задают один вопрос. Как ты себя что? Чувствуешь. А в этом слове очень много. Чувствуешь. Чувствуешь, как организм реагирует. Чувствуешь, что тебе дает облегчение. Чувствуешь, что говорит человек, то или не то. Я хочу сказать, что я занимаюсь простыми вещами и считаю, что если человек может хорошо спать, хорошо с удовольствием сидеть, хорошо с удовольствием сколько угодно стоять, хорошо с удовольствием сколько угодно ходить, а еще бегать, я считаю, что это самый нормальный и самый здоровый человек, потому что сидеть, стоять, лежать правильно, это уже очень серьезные гимнастики, потому что даже глядя на вас, можно поставить диагнозы очень четко, у кого что и как, потому что внешне уже глядя на вас, многое можно сказать. И вот сегодня мы с вами, теория как бы уже немножко становится непонятной, необычной, я так понимаю, и вот мы с вами сейчас начнем с одного упражнения, очень важного упражнения. Как вы думаете? Ну, чуть-чуть еще, чуть-чуть теории потерпите, а потом пойдет практика. Вообще, здоровье ребенка и позвоночника начинается такое глобальное основное с момента рождения, потому что неправильные роды это уже определенная травма, которая может привести к тому, что болезнь созреет через годы, иногда через десятки лет. Потому что неправильные роды, правильные роды это сказочный запас здоровья, который ребенок получает. Не естественные, а именно правильные роды, где каждый позвонок настраивается, выстраивается. И роды, к сожалению, у нас роддома, где считают, что это как болезнь. Роддом это болезнь, да? Сопровождать нужно роды и не мешать, если тем более здоровая женщина и все, не мешать, сопровождать и только слегка где-то там освобождать какое-то момент. Ни в коем случае не стимулируя, не обезболивая, не все, то есть масса других вещей. Следующее, когда ребенок падает и все, его нужно только восстанавливать, тем более тело стремится к этому восстановлению. Оно очень само хочет, но часто нас боится, потому что мы стараемся как лучше, получается как всегда. И следующее, что когда человек рождается, то как бы запускается определенный момент. Он был в одной среде и он переходит в другой мир. И как вы думаете, откуда у человека начинается движение? Где первое движение происходит у человека? Ну-ка, ну-ка. Нет? А где в позвоночнике? А где именно? Молодец. Первое движение у человека, он делает что первое? Вздох. Только после этого крикнет. И первое движение у человека происходит там, где у птиц растут что? Крылья. Где, когда животного берут за шкирку, оно сразу же успокаивается. Это место сборки. Это место запуска всего тела. И вот сегодня мы с вами начнем с этого упражнения. Так. Выходите сюда вот это. Уберите там, пожалуйста. Желающие, выходите сюда. Сейчас посмотрим. Так, выходите сюда вот на ступеньки, становитесь. Так, а что, только один человек вышел? Все остальные стесняются? Ну, стесняйтесь быть здоровыми. Выходите. Кто хочет? Да сколько, вот сколько здесь поместится столько. Выходите, вот сюда на ступеньки поднимать. Сейчас увидите. Так. Орлы. Так, встали. Хорошо. Встали, встали, встали. Вот здесь на краешек. И вот теперь посмотрите, какую простую вещь. Вот как все мы стоим, да? И сейчас посмотрите, как все потом будут стоять. Когда птица стоит на краю пропасти. Вы посмотрите, вообще вот после сегодняшних занятий вы будете смотреть на людей и сразу же многие моменты видеть. То есть мне не нужно диагноз ставить, уже видно, как человек идет. Он идет или животом вперед. Или головой вперед. А важно, чтобы он шел каким местом вперед? Крыльями. Со спины. То есть когда птица летит, она же не грудью. И вот встать на краешек пропасти. На пальчики. Хорошо. Ножки соединить. Хорошо. Руки опустить. Плечики опустить. Так только я могу здесь пока говорить. Когда я приду к вам, тогда я все здесь. И вот здесь ситуация какая. Сейчас я буду стоять. Молодцы. На краешек, на краешек. Хорошо. И теперь почувствуйте вот это место между лопатками. Плечи опустить. Расслабиться. И тихонечко вперед этим местом. Раз. Вот такое чувство, что тебя сзади толкнули. Причем посмотрите еще важно. Что когда человек стоит. Ну это у вас и в храме. Человек пытается, наверное, лезть вверх. Как гордыня. Человек лезет вверх. А на самом деле он что? Опускается вниз. Живот вываливается. Плечи все. Он лезет аж. А есть другой момент. Он выпрямился. Почувствовал, как позвоночник выпрямляется. И на этом месте слегка повис. Вот ваше положение. Голова слегка наклонена вперед. И если даже вы посмотрите на лики святых. Ну я очень грубо, извините, что-то сказать. Вы увидите, что шея у них длинная, грациозная. И она растет не от седьмого шейного позвонка. А глубже. И плечи опущены, не подняты вверх. Поэтому, глядя даже на лики, они показывают многое. И поэтому встаньте, почувствуйте это место. Почувствуйте, как вот напряжение и все. Все тело держится на этом месте. И вы сразу же почувствуете, как и голова выстроится так, как нужно. То есть, тело лечить не нужно. Нужно создать условия. Как дерево. Его же не нужно тянуть вверх. Попробуйте дерево, чтобы выросло, тянуть вверх. Оборвете, оно вырастет, но ненадолго. А если его поливать и создать условия, то оно само будет расти так, как нужно. И поэтому сейчас у вас самое важное. Дать телу почувствовать то, что ему хочется. Поняли, да? Молодцом, молодцом. Чуть-чуть, живот вперед. Надо есть столько, чтобы после этого можно бежать в короткую дистанцию. Вот, вот, вот. Прекрасное положение. Вот, посмотрите. Вот человек поймал тихонько. И если почувствовать правильно, руки опускаются, плечи опускаются, и вы даже почувствуете, как голова слегка вытягивается. Я чувствую, вам всем хочется. Вставайте, попробуйте. Встаем. Ага. Ага. А. Вот, и самое главное, чтобы вы поняли еще, как струны, их очень тонко нужно настраивать. Не просто, а крутнул в одну сторону, в другую. Поэтому поймать это положение, это самая большая задача. Никто за вас ее выполнить не сможет. Поняли меня, да? Поэтому попробуйте. Вот почему важно. И как ты себя чувствуешь? Чувствуешь ли ты это место? Руки не назад, а именно слегка вперед, подтянут живот. И если правильно стоите, то даже почувствовать, как все тело тихонько начинает вытягиваться. Может быть, даже в икрах, в бедрах немножко. Есть немножко ощущения? Есть. Потому что здесь, оказывается, это место начинает тихонько вытягивать все тело. И если вы стоите, с одной стороны немножко вроде бы нагрузка, а с другой стороны удовольствие и отдых. Хорошо. Хорошо. Ну-ка посмотрим. И еще обратите внимание. Если прогнута поясница, все места, они взаимосвязаны. Тело где-то и поясничный отдел не должен вываливаться вперед. То есть, живот вываливается не за счет мышц, а то некоторые качают прежде, чтобы живота не было. А поддерживается за счет поясницы. Поясница подтягивает внутренние органы, подтягивает все. Живот должен быть живой, не накаченный. И сила не в мышцах живота, это все тоже. Поэтому встали нормально, хорошо, почувствовал вот это местечко. Вот. Вот. Во. Вот прекрасная вещь. Причем, я хочу сказать, что, знаете, когда человек в таком положении стоит, на него приятно, не просто приятно, а ты чувствуешь, что он в том положении, где все должно быть нормально. Ага, хорошо. Поясни. Во. Во. Великолепно. И причем, ощущение должно быть, особенно вот те, кто здесь стоят, повезло им. Некоторые стесняются, но, так сказать, в следующий раз будете. То есть, ощущение такое, что раз, и ты даже на этом месте слегка вырос, вперед двинулся. Во. То есть, не вперед животом, да, то, как некоторые идут, не носом вперед, а вот ощущение раз, и ты, как, я же сказал, орлы. То есть, раз, и ты посмотрел, увидел все вокруг. Вот. Раз, и все тело тихонько за это место приподнялось. Ни нос кверху, ни глаза, вот оно ощущение, ты вырос тихонько. Угу. Угу. Есть ощущение немножко в ногах, в икрах, чуть-чуть не появилось? Нет? Прислушаться, ребята, ребята, прислушаться. Мало нагружайтесь, поясничку слегка, почувствуйте, как слегка тянет. Ну, знаете, я хочу сказать, если, у вас ведь нагрузки много, когда вы стоите, поэтому у обычных людей сразу же начинают тыкры, чувствуют себя, у вас уже тренированное тело. Но, если вот так постоять подольше, то почувствуйте, как тихонько все тело начинает подтягиваться. Целиком. Дышать свободно, легко. И вот можно слегка качнуться вперед, почувствовать, что тело слегка вырастает, вытягивается внутри. И самое главное, чувствовать вот это место. Так вот в это место, оно постоянно напрягается, когда так сидишь. Секундочку. Видели, как он показал? Когда вот так сидишь. Ясновидение. Конечно, если вот так сидишь, а ты сиди достойно. Это положение достойного человека. Не гордого, не униженного, а достойного человека, который нормально смотрит, достойно. В любой жизни. Поняли меня? Почувствовали? Потому что, когда сейчас мы будем заниматься с вами, это очень важно. Потому что, даже когда вы будете сидеть, вот вы пока стойте, а я присяду, покажу. то один из самых важных инструментов для занятий, это стул, а лучше всего табурет, да? Когда человек сел и опять сел, держа это место. Поняли меня, да? Хорошо. Понравилось положение? Понравилось. То есть, вот если почувствовал это, то, что? Ну, и орлом, и потом ощущение такого уюта, вытянутости, собранности, подтянутости. Я как бы вам даю маленькие вещи, но они могут дать очень многое. Так, присаживаемся. Спасибо. Знаете, одна из страшных, страшных лечений, тогда, когда дают дозу больше, чем нужно. Поэтому человек знает, но важно не только знать правильность, но важно знать и дозу. Поэтому сразу же хочу сказать, если у вас что-то болит, и вы попытаетесь встать сразу, чтобы боль абсолютно прошла, она, скорее всего, не пройдет. важно, чтобы вы почувствовали облегчение. То есть, вот здесь нужно прислушиваться, ловить, если вы почувствуете, как вы встали, а чуть-чуть стало легче, потому что есть ли согнутое дерево, потому что здесь привязано было веревками, или на нем лежал груз, и оно росло уже так лет 15-20, попробовать сразу же выпрямить, что вы с ним сделаете? Сломаете. Поэтому его нужно освободить, а потом осторожно поддержать. Поэтому важна еще и доза. Вообще, древние мудрецы говорили, если хочешь быть здоровым, бегай, если хочешь быть сильным, бегай, если хочешь быть мудрым, бегай. Потому что самое сложное движение у человека, самое сложное, сложнее которых вообще нет, это ходьба. С точки зрения всего. Причем ходьба, если правильная ходьба, и вообще вы поймете, я не знаю, поймете, поверите, хотя бы сомнения появятся, или мысли к размышлению, что если человек правильно ходит, сидит, стоит, никакой тренажерный зал ему не нужен. Он сильнее любого спортсмена, любого качка, и любого все, если эти вещи имеем. Поэтому у вас занятия, про которые я говорю чисто физически, могут давать такую нагрузку и экономию времени, где вы стоите, ну, я не имею в виду в храме, а просто, это тренировка. вы сидите, это тренировка, вы прошлись, это тренировка, чтобы поддержать свое здоровье, наладить, отладить. То есть, те гимнастики, которые я покажу, это не гимнастики на силу, а гимнастики на гармонизацию, а потом уже на силу. Поняли? Значит, первое мы с вами увидели и попробовали. Так, все почувствовали вот это место между лопатками? Кто-нибудь, может, не почувствовал? Вы не почувствовали? Выходите сюда, вот как раз хорошо, то есть, хороший пример, тогда, когда у человека, проходите-ка сюда, а я и увидел, что у вас не получилось. Станьте-ка ровно. Хорошо. Сложно встать ровно. Ну, вот попробуйте, как вы стояли бы. А вот теперь станьте боком, я вас использую как вот хорошо. И вот, посмотрите, тот момент, я уже видел, что он неправильно стоит, да? Потому что спина здесь что, согнута, а голова, я утрированно говорю, да? Согласны со мной? На самом деле, у него ощущение, что он видит себя ровным. Еще и поясница прогнута. А если вот здесь вот так, то обязательно будет прогибать, особенно если прогнута спина, то компенсация будет идти за счет головы, за счет поясницы. И тогда будут ходить к мануальщику и к массажисту, лечить поясницу. И еще будет плохое кровоснабжение мозга, потому что вот здесь будут зажаты мышцы и связки, а здесь проходят две артерии позвоночных, которые питают мозг. И чем больше он пытается выпрямляться, это место, то есть дерево уже начало сгибаться. И поэтому важный момент, как ни парадоксально, вот сейчас я покажу, как ему должно быть удобно. Чуть-чуть наклоните голову еще, не-не, наклоните вперед, а не на... Вот его положение, в котором... И вот из такого положения ему нужно не голову пытаться, он будет все время пытаться поднять голову вверх, а распрямить это место. Я понятно говорю? Вы видите со стороны, да? Вот вам диагноз. Неправильно стоите. Вот чуть-чуть еще голову наклоните. Чуть-чуть-чуть вверх, чуть-чуть-чуть вверх, чуть-чуть. Вот положение. А вам кажется, что вообще голову наклонили и смотрите в пол. Я правильно говорю? А вот сейчас хотя бы у него есть правильное положение, причем расслабленное и здесь, и здесь. Но важно, чтобы выпрямить голову, ему нужно выпрямлять не голову, а вот это место. Вы чувствуете, видите или нет? Позвонки. Мышцы. Здесь 12, вот отсюда до сюда 12. Здесь 5, здесь... Где крылья раздавали, здесь целый участок. Поняли меня, да? И поэтому вот вам задание, когда придете домой, попробуйте встать и посмотреть боком в зеркало. И вы многие моменты видите. Потому что для многих он говорит, да я вроде ровно стою. Но если ему показать сбоку или показать его спину, он будет в шоке. Вот в таком положении удобно стоять? Увидели, да? И вот когда человек тоже пытается, он напрягает все вот эти мышцы и все. Конечно, неприятно, неудобно. На самом деле организм включает такие колоссальные нагрузки, чтобы в неудобном положении удерживать все. Давать кровоснабжение там, удерживать здесь. Еще перераспределение здесь. То есть человек тратит массу сил на то, чтобы, как сказать, в экстремальной ситуации удерживать все. Тем более, процесс будет идти и дальше. Поэтому встали тихонько и попробовали, почувствовали, вот здесь важно почувствовать удовольствие в теле. И вот это упражнение, все остальные, это как точка сборки, как точка отсчета. Если вы ее не выстроили, не почувствовали, все остальные упражнения в никуда. Если на камертон не выстроили, хор там, как ни крути, струны, толку не будет. Поэтому мне всегда хотелось, вот когда я занимался гимнастиками, лечением, мне всегда хотелось однозначный результат. Однозначный, знаете, допустим, большой или маленький, но в одну сторону, как дерево. Немножко растет влево-вправо, но все равно тянется вверх. Поэтому, миленький мой, начать нужно с того, чтобы привыкать к здоровым, правильным состояниям. Садимся. А как вы еще хотите мне сказать правильно? Ходить, это уже считайте Академия. Стоять, стоять, это, а? Потому что, я вам просто покажу, как ходить. Легкое, от бедра. Значит, сейчас вы просто встанете, но раз человек проявил инициативу, все остальные молчат, работаем с тем, кто активен. Значит, посмотрите, что такое ходьба и как люди идут. Вот сейчас даже вы, когда пойдете из зала, посмотрите на себя, вокруг. Как человек идет? Он может идти так, он может идти так, он может держать плечи и идти так, да? Может идти одно плечо вниз, другое вверх. Может идти так. То есть, самые разные походки. Но на самом деле, как бы, вариантов много, а стандарт, как камертон, он один, да? Поэтому есть центр тяжести, который находится ниже пупка, есть то место, про которое мы говорили, есть положение. И если человек правильно ходит, он даже на месте будет идти. Легко, свободно, это, как бы, ну, как такая стандартная вещь. У него нигде ничего не напряжено, не расхлябно, потому что если плечи зажаты, руки начнут болтаться. Вы сейчас встанете, посмотрите. Самое смешное, что абсолютное большинство людей может передвигаться, и единицы могут ходить. Потому что ходьба... Зря смеетесь. Будете смотреть. Сейчас даже посмотрите друг на друга, скажете, ну, это неожиданно. То есть, вы сейчас займете тем, что вы начнете видеть всю ситуацию. Встаем. Кто тут хотел ходить? Так. Вы, да? Кто? А, все хотели. Ну, давайте, выходите сюда. Выходите сюда. Выходите сюда. Раз. Инициатива всегда наказуема. Но, с другой стороны, больше и получит. Хорошо. Так, вот. Спасибо. Человек сразу же, ему важно здоровье. И вот теперь, осторожно, попробуйте пойти на месте. Ну-ка. Ну-ка, смотрите друг на друга. Вот туда-сюда. Так. Поняли, да? Во. А походка чуть-чуть голову пьет. Молодец. Молодец. Вот с походка у него. Раз, раз. А здесь, видите, плечи не двигаются, руки болтаются. Молодец. Молодец. Причем, посмотрите еще, что важно. Остановитесь на минуточку. Важно, что иногда руки по-своему болтаются, ноги по-своему болтаются, да? А ведь важно, что тело, оно гармонично. Каждая рука, каждое движение ноги, руки, оно четко связано. То есть ноги связаны с руками, плечи с бедрами, локти с коленями, со стопами, кисти. То есть движение гармоничное, четкое. Где движение? Что-что? Ну-ка, попробуй пойти. Попробуй пойти. Простое движение, да? А на самом деле оказывается... Да, обычно. Ну, чтобы сразу же скорректировку, я просто показываю, но сразу нужно дать результат. Вот сейчас взяться за рясу тихонько. Если вы слегка фиксировали руки, то у вас начинают освобождаться плечи, потому что как мы только рождаемся, как начинаем заниматься, мы начинаем зажимать, зажимать свое тело и разбалтывать руки. Вот-вот, мягенько, мягенько. Раз, 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 раз. Молодцом, молодцом. Пошли, 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 пошли. Раз, раз, раз. То есть вот почувствовать, как на вот этом месте начинает двигаться. Так, а вы что, зрители, что ли? У нас что? Концерт. Вставай, встаем, 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 двигаемся. Правильно. Хорошо. На этом месте повеснуть и тихонечко. Вот. Раз, раз, раз. Отец Федорович вот хорошо работает. Хорошо, раз. И вот даже когда сегодняшнее занятие закончится, вы когда будете приходить в храм, вы как бы ну, на долю секунды, потому что у вас другое, несравненно более важно. Но так иногда, так бросили взгляд, кто как стоит. Даже, может быть, не в храме, а где-то там вот, когда просто стоят в коридоре и все. Обращайте внимание, обращайте внимание, оно все равно будет срабатывать. И вот сейчас раз встал, тоже поймал, правильное положение. И вот посмотри вперед, раз. То есть чуть-чуть голова вперед приподнялась, не просто одними глазами, но не вот такое положение, да? Почувствовал, да? Причем руки так вот не назад, а расслаблены. Они не вперед, а на этом месте слегка держатся. Вот. Почувствовали? Спасибо вам большое. Вот здесь, кстати говоря, хорошее положение тела. И если правильно стоять, а ведь служба длится часами, чтобы вы не думали о боли, о всем остальном, а думали, и у вас была возможность получить то, что вы по-настоящему хотите, чтобы она не отвлекала, зарабатывайте себе здоровье. Это честный заработок. Садимся. Ну и теперь тихонечко сядем на краешек стула. Сегодня у нас хорошо. И опять попробовать сесть. Слегка ножки можно и расставить. Вот так можно сюда руки положить. И сейчас мы с вами займемся гимнастикой, которая как бы выходит из этого стандарта. Вот так сесть. Почувствовать это местечко. Хорошо. Ручки сюда. И вот теперь тихонечко. Раз, раз, раз. Сейчас я немножко подальше отодвину. Раз, 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 раз. Можно вместе с носочками. То есть здесь идет. Раз, 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 раз. Опять на этом месте. На. Ага. Руками по. Брюкам, по брюкам. Раз, раз, раз. То есть стул ставит определенное положение. Уже теперь поняли, да? То есть он определенный стандарт. Как ровный пол, шведская стенка. Раз, раз. Теперь можно ручки опустить. Но если здесь так, к сожалению, на стуле. Но когда будете делать на стуле, вот на этом и раз, 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 раз. Можно слегка наклониться, можно слегка вперед. Наклониться. Слегка вперед. Вот это место почувствовать. Хорошо. Теперь садимся ровно. Это место почувствовали. И очень важно, чтобы вы делали это упражнение не просто механически, а чувствуя, получая удовольствие. И теперь посмотрите. Кто из вас помнит, как утром встаешь, хорошо выспался и подтягиваешься? Кто помнит? Все помнят. А теперь сладко потянуться. О, потянуться, расправиться. Хорошо. А теперь ручки сюда. И вот теперь посмотрите. С удовольствием потянуться шеей, как бы дугой вытянуться вперед. Посмотрите. Сесть удобно и так потянуться шеей. А, отпустить. И еще раз так потянуться. Только не плечами тянуться, а шеей. Так тихонько, осторожно. Отпустить. Еще тихонько потянуться сладко. Отпустить. Теперь голову наклонить в сторону. И по красивой дуге осторожно опять. Вот место между позвонками слегка потянуться. Плечо не поднимаясь. Следующая доза до удовольствия. Еще на минуточку остановитесь. Голодному сколько нужно дать? Вот человек голодал там два месяца. А он просит сколько? Поэтому если у кого-то болит, это проголодалось. Поэтому дайте ложечку. Потому что если дать миску, то человек что даже может? Умереть. Заворот кишок может быть. Поэтому дозу определить можете только вы. Поэтому сесть и осторожненько потянуться. Раз, два, три, четыре, пять. Отпустить. Если вы правильно делаете, вы должны получать что? Удовольствие. Не механически. То есть ваша цель – получить удовольствие. В другую сторону осторожно. Раз, два, три, четыре, пять. Отпустить. И вот особенно когда отпускаете и возвращаете, вы должны почувствовать удовольствие. Голову слегка повернуть в сторону. И тоже так сладко. Раз, два, три, четыре, пять. Причем не просто скручивая, а чувствуя каждый позвонок. И чтобы он чувствовал вас, а не боялся. Очень хорошо делаете. Вот по осторожности великолепно. Потому что если вы почувствуете удовольствие, вам уже осторожно в другую сторону. То есть дойти до крайности. Слегка. Раз, два, три, четыре, пять. И вот здесь помните, что я вам говорил, что важно дать нагрузку тому позвонку, который зажат. Небольшое движение. А тот, который разболтан, слегка укрепить, собрать. В отличие от мануального терапевта. Хорошо. В одну сторону, в другую сторону. Теперь посмотрите. Опять на этом месте, слегка голову назад. И опять не запрокидывая сильно, а тихонько, тихонько. Раз, два, три, четыре, пять. Знаете, вообще я человек, который собирает притчи. То, что собирает, а я притчи. И вот сегодня я вам хочу одну притчу рассказать. Принцип по работе. Я знаю, что как бы немногие меня сегодня услышат, но тот, кто действительно по-настоящему хочет выздороветь, и действительно, кто хочет получить и, так сказать, улучшить свое здоровье, а цель, задачи у вас очень серьезные, испытания, нагрузки будут очень серьезные, тот услышит. И притча такая. Садитесь, как удобно. Сейчас присаживайтесь, как удобно, не напрягайтесь. Да. Кто захочет, уже может попробовать. Вдруг у кого-то уже тело поймало, скажет, я лучше так посижу. Вот. Устать. И вот здесь очень важно, чтобы вы не переборщили. Очень хорошо. Раз. На. Двое огромных мужиков, огромные такие, сажень в плечах, быка пытаются завести в сарай. Потому что, если его не завести в сарай, вот как сейчас, погода холодная, он или замерзнет, или волки съедят, или убежит, его машина собьет, ну, так сказать, надо его завести в сарай, в хлеб, чтобы он там же. Но бык-то не знает этого, сопротивляется. Вот эти двое мужиков вот туда тянут, то он бьется все. Кто-нибудь быка видел живого по-настоящему? Видели, да? А разъяренного быка? Нет. Ну, я видел неразъяренного, это ужас какой-то. То есть там рядом находиться страшно. А этот еще уже разъяренный, они вот туда, он оттуда, он их бьет, а они туда. Один там мануальный терапевт, второй там нейрохирург, там еще третий подошел, там фармацевт со всеми, там такие ребята, дай бог кажется, с клиниками, с опытом, там с авторитетом. И туда его, вык оттуда. Но если бы просто он там застудил, да? Ну, растер, где-нибудь там анальгин выпил и прошло, а там уже болезнь выросла, серьезная. Там уже. И вот у них борьба идет, туда-сюда. И вдруг идет такой мужичок, хлипкий такой, тоненький, все, подходит и говорит, ребят, что делаете? Иди, мужик, отсюда не мешай, видишь, мы быка заводим в сарай, не мешайся отсюда, сейчас бы, говорит, вырвется тебе тут, все кости поломает. Он говорит, ребят, а давайте я, говорит, заведу. И так посмотрели на него, иди, говорит, заводить. Ты видишь, какие мы ребята, крепкие, здоровые, а ты тут чего? Иди, говорит, не мешайся. Ну, он так сел, там, на бревнышке и наблюдает. А они, значит, его туда, он оттуда, он уже их несколько раз ударил, они ему там губу порвали, знаете, там за нос, за губу, за самое больное место пытаются завести, за кольцо. Все, тут земля вся в спорте, двери уже разломаны, там уже, так сказать, не на жизнь, а на смерть уже бой идет, быка завести. Ну, и они уже выдохлись, бык тоже устал, ну, и они так сели, так, мокрые все, значит, бык там сопит весь в крови, земля такая перевернутая, перевернутая, они так сели, передохнем, говорит, ребята. И смотри, мужик сидит, ну, мужик, заводи. А мы, чего, посмеемся, да? Ну, вот, кто быка видел, знает, что это такое, да? А разъяренный бык, это страшное дело, его даже тигры и львы боятся, да? И вдруг мужик так встал тихонько, мгновенно изменился, спокойным стал, абсолютно спокойным. И тишина наступила, как у вас в зале, и даже слышно было, как муха пролетает. И напрямую к быку стал тихонько идти, от такой наглости бык просто обалдел. У мужиков даже дыхание сперло. А он так подходит к быку и говорит, Вась, да как же ты устал, дорогой? Как же тебя замужило? Он так бык... Если бы даже соломинка под ногой у этого мужика хрустнула, если бы у быка даже сомнение появилось, то он бы от этого мужика мокрого места бы не оставил, да? А он так подошел в угла и говорит, Милый, да как же ты устал, да как же ты замучился. А бык так чувствует, вроде все нормально, а в глубине, так сверху спокойствует, а в глубине глаза закрывают, таким бешеным взглядом смотрят. он так подходит, вот здесь рог, а он над рогом стоит и его по шее лавит. А потом тихонько, осторожно, рука такая нежная, нежная, чутко-чутко, раз, и за ухом у быка почесал. Кто не знает, что такое у коровы, у быка или у лошади за ухом почесать? Что это значит? Кто-нибудь знает? Сельским хозяйством никто не занимал. Ну, хоть кошка, да. Это абсолютное доверие. Потому что, когда чешешь за ухом, ты практически дотрагиваешься, образно говоря, до продолговатого мозга жизненно важных функций. Это доверие. Ну, он погладил его. Бык так слегка аж прибалдел. Тем более же он устал и так хотелось отдохнуть. А этот мужик так осторожно сорвал травки и ему дает. Тот так пожевал и он почувствовал, как он устал, да, и как уютно. А потом мужик так осторожно достал из кармана кусок черного хлеба, посыпал крупной солью и быку дал. Бык так. Попробовал. Он такую вкусную вещь никак в жизни не ел. А тем более, когда проголодался, кто-нибудь из вас, когда проголодался, знать, как есть хочется, да. И он даже вспомнил свою корову-мать и молоко, которым она поела. И хочет еще откусить, а уже так осторожно. раз, на губу ему хлеб положил и за губой его тихонько, что отходит незаметно. А бык так тянется, желаза закрыта. А уже достать не можно, шаг сделал. Он опять тихонько. И так тихо, точнее сказать, незаметно. Но сверхбыстро, по сравнению с теми мужиками, они в хлеб, что? И зашли. Так вот, милые мои, в свое время, когда я был в Испании, там была одна испанка, мода разная бывает, там у нее анорексия была, позвоночник очень больной. И когда я сказал, говорю, знаете, ваши испанские ториадоры никто по сравнению с этим мужиком. Как? Ториадоры? Да они такие. Говорю, ну убить разъяренного быка, который уже контроль потерял, да? Который все болит, который мечется везде, и все. А ты попробуй разъяренного быка успокоить, да? Поэтому, милые мои, ситуация такая, по-настоящему выздороветь, сделать результат. А то некоторые, может быть, думают, что это все так просто. Поэтому, когда вы будете работать, чтобы вы понимали, что работа и с телом, и с позвоночником, это тонкая работа. Но она вам даст и очень многое. Поэтому завести в стойло, свой позвоночник, это серьезная вещь. Так, ну чувствую, вы меня начали слышать. А теперь вот, сесть удобненько, и теперь слегка потянуть, а, сесть, и опять, всегда стандарт, раз, почувствовали место между позвонками. Уже сидеть стали лучше, слушайте. А вот нужно почувствовать, как его тихонько отпускать. Болит это, кстати, боль это хорошая вещь, контроль дает возможность. И теперь слегка, потянуть плечи, к ушам, тихонько потянуть. Одно плечо вниз, другое плечо одно вверх, другое вниз, хорошо. Назад слегка, вперед. И вот здесь очень важно, то, что у вас болит, вот я буду давать упражнение, а вы будете находить то упражнение, которое вам становится немножко легче. То есть... Вот все, тогда, причем некоторые скажут, Петр Санчевич, когда заниматься? У нас столько вообще времени, если будете делать правильно, сон будет сокращаться. Человек может спать 2, 3, 5 часов, высыпаться полностью и не знать, куда силы девать. Через месяц, так оно и есть. А если больной будете спать, утром встаешь, не выспавшись, и думаешь, еще бы спать, и сколько бы ты не спал, толку не будет. Поняли? Поэтому время всегда найдется. Хорошо. А теперь осторожно, ручки под колени, и вот тихонько потянуть, ножки ровненько, и обращайте всегда внимание. Старайтесь поставить все ровно, красиво. То есть ровный пол, это тренажер. Хороший стул, это тренажер. Ровная палочка, это тренажер. Сесть и опять голову слегка наклонить, и этим местом слегка потянуться. Так, раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Но у меня стул, у вас, к сожалению, нет. Вот здесь слегка, назад взяться, ага, попробуйте. Ну, так сказать, это кресло для другого немножко приспособить. И вот здесь тоже. Раз. Это место слегка тоже прогнуть назад. Раз. Не поясница, потому что у многих сразу же раз, поясница будет прогибаться. Поясница – это слабое место, это, так сказать, не то место, которое должно работать. И тихонько. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Немножко в сторону, руку сюда положить. И тихонечко опять этим местом. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Руку на плечо, руку на локоть. Вот сюда руку одну на плечо, другую на локоть. И попробуйте немножко наклониться, слегка загибаясь в этом месте. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Ровненько сесть. Расслабиться. О, хорошо. Мягенько. Хорошо. Вы знаете, что я бы сейчас пригласил еще одного человека, который будет вместе со мной заниматься, потому что дальше уже упражнения пойдут немножко на динамику. Сразу же хочу сказать, что если у кого-то что-то болит, чтобы вы понимали, вы отвечаете за свое тело. Поэтому упражнения и движения делать дозу ту, которая вам удобна. Не торопитесь. Хорошо? Вы хорошо поняли меня, да? Потому что упражнения будут довольно-таки сильные. Я вам не показываю сильных упражнений. Потому что если неправильное выстроено тело, чем сильнее вы будете делать, тем результат будет хуже. Вот, слава богу, уже поняли. Как машина попала куда-то в аварию, если она больше двигаться будет, она только разваливать себя будет. И поэтому через боль есть люди, которые говорят, через боль надо делать все. Может быть, случайно затянут этого быка в сарай. Но лучше завести. Хотя это во много раз сложнее. Отец Георгий, выходите тогда. И вот, кстати говоря, сейчас мы будем делать гимнастику. Отец Георгий у нас просто прошел некоторые моменты по жизни. Ну, оно не совсем-то. А стульчик я вам дам еще. Кстати говоря, у нас у нас времени еще есть немножко или уже все? Что? Есть, да? Отец Георгий, может быть, несколько слов вы скажете, потому что, так сказать, я как мирской человек, а вы как человек вот... То есть, по тому, что я говорил, может что-то дополнить еще, потому что... дополнить вам только и собственного опыта. Я все время занимался спортом, еще до семинарии, и пролетел по два ночи. и получилось так, что он нашел удобным для себя продолжать заниматься спортом и даже уже здесь находясь поднятием тяжести. Вроде бы поднимаешь тяжести, и такое ощущение, что мышцы позволяют одерживать позвоночник в нужном положении не так беспокоен. Болей нет, и ты чувствуешь себя в тонусе постоянно. Но пришло время, когда и это стало уже невозможным. То есть, заниматься было невозможно ничем. Невозможно было уже даже просто стоять у престола достаточно долго. Постоянно переменялся с ноги на ногу. Постоянно чувствовал, что отвлекаюсь на то, что самочувствие ухудшается. Потом наступил момент, когда мне предложили кумунальный терапевт обратиться, и обратился. Прекрасный профессионалист, он кое-кого поднял на ноги, причем мы из училищества со столика были несколько отцов. Они довольны оказались, а мое подобщение с ним было совершенно плащальным, поскольку я даже выходить к нему мог. То есть, даже ходьба приносила мне серьезные страдания, подругнение испытывал. И в конце концов мои друзья прикаженные храма, о котором настоятель предложили как Петро Александровичу Попову. Я был уже глубоким противником лечения, и кинезиологи проходили, через меня получилось, и иммунальный терапевт, и я уже был большой противником всякого лечения. Но мне сказали, что на самом деле он лично не лечит. Это гимнастика, что было мне привычно. здесь подходить к нему и буквально наверное на второй третий день занятий я мог стоять уже спокойно в храме. И здесь получается так, что не переминаешься ноги на ногу, ты занимаешь собой положение, и можешь стоять, двигаться, совершенно не заботиться уже о своем физическом состоянии. И помним, наверное, это уже третья ретургия была. я дозвонил с Петру Александровичем и говорю, Петр Александрович, спаси Господи, я сегодня хоть мог спокойно причащать детишек, а то поднимали мне их. Я мог спокойно общаться с людьми, исповедуя их, не чувствуя, что отягощаюсь этим стоянием. И так продолжалось наверное несколько недель, когда я благодарил его за то, что вот так вот с помощью Божи через него я как-то исцеляюсь. а потом перестал звонить, потому что это стало уже привычно. Сейчас, конечно, сейчас происходит иногда какие-то напряжения в спине, я чувствую иногда боли, они меня наверное эти боли действительно держат постоянно в тонусе, я стараюсь не передруждаться. Я всегда помню, как Петр Александрович мне сказал, что а я все рвусь опять немножко спортом заняться, там побегать, где-то может быть и теннис там поиграть или штангу поднять, привычный для меня. Петр Александрович говорит, ну отец Георгий, в конце концов, вот котенок, он в детстве пока играет клубовочкам там и все остальное, это нормально для него, но вот он вырос, вы видели кота как взрослый, ну для него кота взрослый, конечно, а пробовали с ним играть, я говорю, знаете, вот по дворости пробовал, оцарапал, ну вот, говорит, вы же уже в конце концов взрослый человек, хватит играться, давайте взрослите, давайте занимайтесь уже серьезными вещами. И вот, слава Господу, я внял этому совету, и мне хватает этих упражнений для поддержания как и тонуса физического, так и дает мне некую уверенность, что даже если я с утра встал, скажем так, и чувствую напряжение в области спины или с грудиного отдела или позвоночника ниже, я знаю, что я уделю внимание 3-5 минут своему телу и вот это дело для того, чтобы продолжать чем-нибудь дня заниматься своими делами. Кстати говоря, я как раз и хотел эту притчу про котенка рассказать, потому что действительно для молодых важно там поиграть, побегать, все, а спросите у пожилых людей, особенно преклонно восстановить, мне бы ходить без боли, сидеть без боли и спать нормально, то есть вещи, которые по-настоящему становятся ценными. Ну, тогда присаживаемся, мы вместе гимнастику сделаем, да, небольшую еще. То есть сейчас мы с вами сделаем маленькую динамическую гимнастику, которая немножко потянуть, потому что вот когда мы с вами потягивались, это работа именно на те связки, которые находятся позвоночник, вы уже поняли, да? И, кстати говоря, если кто-то захочет, у меня есть книги, есть методички, и вы тогда просто напишите список, кто-то будет в Москве, я все эти методички передам тем, кому будет интересно. то есть следующее, что у меня есть еще свое телевидение в интернете, которое называется VitaTV.ru Vita жизнь ТВ одним словом, то есть без пробелов, без всего, VitaTV.ru там есть и занятия, и гимнастики, и упражнения, которые идут и из зала, и вы увидите результаты лечения, и гимнастики, можно будет задавать вопросы, то есть масса таких вещей, которые интересны, потому что как бы мое направление не только лечить, а заниматься со здоровьем. Поняли, да? Ну вот, ну и тогда мы потихонечку начнем. Вот, кстати говоря, обратите внимание, как отец Георгий сидит, да? Приятно смотреть. То есть вот раз, положение спокойное, свободное, свободные руки, свободные ноги, свободное тело, причем он человек, который много занимался спортом, физически, и, конечно, для него, когда он пришел, я чувствовал, даже, что это за упражнение, я человек, который штанги поднимает, там силы, но я вам говорил, связки во много раз сильнее, на порядке, и когда вы попробуете все, такая сила будет, что вы поднимете вес, и двинетесь, и скорость, и все, и по сравнению с теми, кто занимается в спортзале, будете чувствовать себя на порядок более уверенно даже. Хорошо, сели удобненько, и вот после этой гимнастики по потяге, опять, тихонько, раз, 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 обратите внимание, чтобы руки двигались одинаково, потому что хромать можно одной рукой, вот так, ста раз, раз, теперь плечи расслаблены, хорошо, ручки опустили, тихонько пошли, немножко наклониться вперед, немножко назад, вперед, назад, вперед, назад. Теперь посмотрите. Опять место это чувствовать. То есть вот здесь, когда вы работаете, все время про это место помнить. Ну, так сказать, сложновато у вас. Ну, так сказать, немножко зал не приспособлен, но попробуем немного. Сделать раз. И на выдохе. Сейчас мы уже будем делать профессионально, а вы как бы тихонько. Хорошо. Опять тихонько пошли. Хорошо. Я так, несколько упражнений вам дам. Вы запомните. Кстати, я постараюсь запись сделать, чтобы потом посмотреть. Теперь посмотрите. Опять это же место, но сейчас покажу и сразу же скажу, на что акценты, где может быть ошибка. Раз, две. Ни в коем случае не животом не делать, да? То есть можно делать так, животом. Опять эти места. Не обязательно на сколько поднимаем. Опять тихонько сбросили, все, тихонько пошли. То есть все время. Потому что то, что мы с вами делаем, это еще и учеба правильно ходить. Смотри, я занимаюсь травмой, там у людей есть. Хорошо. Немножко так стряхнули. Хорошо. Ручки здесь. И опять на этом месте. Все время на этом месте. И теперь ручку вверх. Хорошо. Опять немножко стряхнули здесь, прошлись. Здесь немножко стряхнули. Ручки приложили. Вперед-назад. Опять тихонько. То есть я вам даю как бы немножко, немножко попросить. Немножко здесь стряхнули, отпустили. Опять почувствовали это. То есть как бы каждый раз тихонько чувствовать результатик. Маленький-маленький, небольшой. Хорошо. Ручки здесь. И теперь руками назад. Можно сразу же вперед тихонько. Хорошо. Немножко опять расслабились. Хорошо. Хорошо. Теперь ножки немножко раздвинуть. Хорошо. И ручка. Руку сюда. Вдох. И вот почувствовать, как слегка с одного места седалищного на другой пиво. Немножко опять расслабились. Тихонько здесь расслабились. Хорошо. Я только наметкой вам даю. Руку сюда положили. Эта рука здесь. Вдох. Как бы слегка этой рукой помогать. Теперь посмотрите. В одну сторону. Хорошо. Ручки стряхнули. Хорошо. Хорошо. Ножки слегка так вытянули. И вот сейчас одно упражнение. Это оно будет немножко посложнее. Но вы как бы почувствуете, что не только на этом месте руки держатся, но и ноги. То есть, делаем вдох, затем выдох, и тихонько нога приподнимается. Но не за счет ноги, а попробуйте опять этим местом слегка. Попробуй. Обязательно с дыханием. Вдох. Хорошо. И сейчас немножко опять расслабиться. Хорошо. И вот сейчас попробовать из этого же положения, ну, мы так более ощутимое движение. Вдох. И опять подтянуть. Не за счет ноги, а этим местом. Насколько мы? Вдох. 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 Хорошо. Стряхнуть немножко, все. И вот сейчас мы с вами займемся упражнением, которое делает идеально здоровый позвоночник. Точнее сказать, делает тогда человек, когда у него идеальный позвоночник. Здесь удобно. Ножку с ножкой соединить, пальчик к пальчику. Собственно говоря, это положение, которое занимает плод чреви матери. То есть, когда руки соединены, ножки соединены, и у плода все время идет движение позвоночника. Он все время двигается. И поэтому тихонечко подвигать позвоночник. В одну сторону. Так, тихонько, тихонько. То есть, это то движение, именно не передвижение. Потому что, когда человек рождается, он от движения переходит к передвижению. Зажимает позвоночник и начинает ходить, да? А мы стихонько возвращаемся к тому, как бы напоминаем. Тихонько, раз. Копчик, крестец. Пять позвонков поясничных. Двенадцать грудных, шейных. Тихонько, тихонько. Опять на этом месте. Ни в коем случае не делать через боль. Можно даже слегка наклониться. Вот на этом месте повиснуть. Мягенько, мягенько. Если правильно делаете, ручки только слегка соприкасать. Чуть-чуть. Вот, прекрасно. Если правильно делаете, то пойдет разогрев. Потому что разогревание позвоночника это самый мощный разогрев. Вот человек иногда бежит там, он весь вспотел, а внутри все холодное. А разогреть связки, это хорошая вещь. Ну-ка, давайте-ка. О, руки холодные. Они так и должны быть. А руки должны быть. И не важно, какая температура. Поняли, да? Поэтому вам нужно работать. Вот чуть-чуть пальчики соединяй. Причем пальчики соединяются так, чтобы как бы чувствовать только маленькое соприкосновение. Вот, хорошо. Теплый. Ну-у-у. А это тоже показывает. Значит, уже есть определенное напряжение. Все. Следующее. Следующее. Что у человека могут быть холодные руки, и должны быть, когда он волнуется. Все это нормальная вещь. Человек из страха, и все это реальные моменты. Без страха. Но когда ты работаешь и двигаешься, всегда должно идти тепло, идти расслабление. Поняли меня? Так тихонько поработать, мягенько, мягенько. И вот не стараться делать через боль, постараться сделать легко, мягко, чтобы получить удовольствие опять от тела, потому что оно освобождается, будет... И даже вот если не получается, попробуйте найти. Но опять помните, что если разболтанное, разболтывать еще больше, боль будет что? Усиливаться. А вам нужно... Вспоминайте притчу. Завести быка. То есть дать движение маленькое в том отделе, которое что? Зажато. И тогда пойдет такой результат, потому что это место так хочет работать, но боится большого. Большое движение сразу же будет разболтанное двигаться. Я понятно объясняю? То есть сразу же включится большое, потому что большое движение сразу же пойдет двигать. А это место зажмется еще... И поэтому здесь научиться правильному, маленькому движению это самая большая работа. Кирпич или бриллиант, да? Кирпич большой, но толку мало. Бриллиант маленький. И поэтому попробуйте сделать маленькое движение. И чтобы... Потому что мы привыкаем к большим движениям, и маленькие движения для нас уже неощутимы. Маленькое, раз, раз. Ой, как хорошо. Чтоб тепло. Прислушаться к телу. Потому что эта работа довольно-таки такая. Каждым позвоночник, вот, каждой связочкой тихонько пройти, мягенько, легко, легко. Хорошо. Вот если работать, прям руки начинают... Разогрев такой идет. Кровообращение пошло, кровь пошла. Маленькое, маленькое. Можно слегка покачиваться, так тихонько, тихонько, тихонько. Почему руки и ноги соединены? Потому что, когда вы соединили руки и ноги, приходится работать чему? Позвоночнику. А когда так идете, то, получается, руки и ноги двигаются. Все, остановились. Значит, я вам дал небольшое количество упражнений, больше давал вам теории. Спасибо, отец Евгений. Больше давал теории, но почему? Потому что, чтобы вы по-настоящему задумались и поняли, осознанно шли и занимались теми упражнениями, которые есть. Потому что важно не, что ты делаешь, а важно еще, как. Достойная истякова истинно, блажительная Богородица, пресноблаженная, пренепорочная, Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения с серафим, без искления Бога, Слово Росшую, сущую Богородицу, тебя величаем. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,